В нашем распоряжении еще одна камера, в которой используется пересыщенный пар, как визуализатор траекторий заряженных частиц. Вот эта камера, фонарь, освещающий рабочую область, источник питания фонаря, источник питания электродов, формирующих некое электрическое поле, позволяющее собрать треки в том месте, где их хорошо видно, но и на заднем плане дюар с жидким азотом. Мы не стали убирать из поля зрения той камеры, которая снимает общий вид, ту камеру, которая смотрит сверху на нашу конденсационную камеру. Чтобы было видно просто, откуда взялась та картинка, которую вы будете видеть в дальнейшем, которую мы с вами обсудим. Отличие этого эксперимента от предыдущего состоит в том, что никаких специальных источников заряженных частиц здесь нет. Поэтому вот этот знак радиационной безопасности, он исключительно для красоты. Тогда возникает вопрос, а что же обнаруживает наша камера? Чьи треки мы будем видеть чуть позже на крупном плане? Это так называемый радиационный фон. Тот радиационный фон, который имеет место быть в нашей лаборатории. Источником этого радиационного фона являются, ну, во-первых, космические лучи, те заряженные частицы, которые сумели преодолеть атмосферу и добраться до нас. Ну, либо сами, что очень редко происходит, либо вторичные частицы, рожденные в процессе образования так называемых ливней. Одна частица с большой энергией рождает при столкновениях ряд других частиц, наконец, до нас доходят электроны, мезоны, альфа-частицы. Второй источник радиационного фона – это все те вещества, которые нас окружают. Продукты распада вверху этой лестницы уран, дальше продукты его распада, наконец, одним из продуктов является газ радон, он, правда, очень быстро распадается. В общем, все те вещества, которые нас окружают, ну, прежде всего, скажем, гранитные памятники на кладбище, базальтовые облицовки цокольных этажей зданий, наконец, гранитная щебенка, используемая в качестве наполнителя в тяжелом бетоне, из которого делают несущие конструкции зданий. Все это излучает, но не надо этого бояться. Это тот естественный фон, с которым родились и живем не только мы, но и наши далекие-далекие предки. Поэтому этот традиционный фон никому никогда никакого зла не приносил. Более того, можно сказать следующее, что традиционный фон на нашей планете – это один из основных мутагенных факторов. Поэтому не будь этого радиационного фона, ну, либо вовсе не было бы эволюции, либо она шла бы не теми темпами, какими шла. Так что, если сильно для красоты слово преувеличить, можно сказать так, что этому радиационному фону мы обязаны своим существованием. Эволюция добралась до человека. Ну вот, а теперь, после того, как я вам рассказал о том, что за установка у нас тут есть и какую роль в жизни нашей играет традиционный фон, давайте посмотрим те треки заряженных частиц, которые успела зафиксировать наша камера. Яркая белая полоса – это трек, другими словами, след, который оставила альпо-частица в пересыщенном паре спирта. Этилового. Довольно бледный и почти прямой трек первичного электрона с довольно большой энергией. И светлые, яркие треки, так называемых дельта-электронов. Это вторичные электроны, те электроны, которые выбиты первичным электроном из электронных оболочек атомов той среды, в которой распространяется первичный электрон. Кривой трек электрона. Кривой он потому, что энергия электрона не слишком велика. Медленный электрон эффективно рассеивается на электронах, электронных оболочек тех атомов и молекул, из которых состоит среда, в которой он движется. Отклоняясь на заметные углы, электрон дает кривой след. Хочу подчеркнуть, что магнитного поля здесь нет, оно ни при чем. При рассеянии электрон теряет свою энергию. Чем меньше энергия, тем выше эффективность ионизации, тем больше ионов, тем больше капель, тем ярче трек. Последнее, кстати, позволяет определить, где у трека начало, а где конец. Начало там, где трек относительно бледный, и конец там, где он яркий. Тонкий прямой трек оставила быстрая частица. Ее энергия настолько велика, что она обладает небольшой ионизирующей способностью. Чем больше энергия, тем меньше ионов на единицу длины трека. Ну и тем меньше рассеяния, поэтому тем, если позволить, ну так сказать, прямее трек. Относительно бледный и прямой трек первичного электрона с большой энергией. Потому этот трек и слабенький, если можно так сказать, что энергия электрона большая. И от этого первичного трека, как ветка от дерева, отрастает трек так называемого дельта-электрона. Сочный, яркий. Дельта-электрон – это вторичный электрон. Электрон выбитый из одной из молекул вещества, в котором развиваются все эти события. Этот выбитый электрон обладает относительно маленькой энергией. Поэтому высокой ионизирующей способностью он оставляет на своем пути много ионов, много капель. И потому его трек яркий, сочный, хорошо видимый. Дельта-электрон. А теперь посмотрите сами. Постарайтесь увидеть и интерпретировать интересные события, произошедшие в нашей камере при регистрации ею радиационного фона в нашей лаборатории. Успехов! Продолжение следует...